итак я уже снимал видео про водоснабжение дачного дома вот теперь хочу немножко снять про отопление дачного дома вот собственно жуковский котел стоит энергонезависимый ставили специально так как если есть перебой электроэнергии то собственно говоря все начинают бегать там перезапускать котлы и так далее вот приезжать на дачу в общем то есть проблемы вот ну а с газом перебоев как обычно нет как правило нет вот поэтому собственно котел работает себе и работает то есть независимо от погодных условий электричества и так далее несколько степеней защит вот значит температурная биметалл стоит здесь от перегрева пару защитную и так далее это можно все прочитать в инструкции на котел котел двухконтурный значит зимой верни летом я загорел воду арестоном чтобы на кухне была горячая вода и в рукомойнике зимой значит работает вот был контурный котел жуковский значит что касается отопления дом двухэтажный с подвалом значит и соответственно принудительная система циркуляции значит когда я уезжаю я открываю кран и выключаю насос то есть получается что циркуляция происходит путем остывания нагрева воды батареи тарик у меня вода вот то есть она сама циркулирует когда я здесь значит я включаю насос где-то на малые обороты вот закрываю проходной экран и собственно говоря у меня начинает циркулировать вода при помощи вот этого насоса вот сейчас я перейду уже в жилое здание мы сейчас находимся в коридоре пристройки вот вернее даже они в коридоре подвале мы сейчас находимся но в пристройке на сейчас вот примерно а сколько там 40 чем-то градусов так сейчас я опускаюсь в дом подвал значит подвале есть еще один циркуляционный насос вот который зимой работает он дает горячую воду пол полы здесь тоже теплая значит замурован замурованы пластиковые трубы вот и собственно говоря о постоянный теплой зимой то есть очень хорошо дает тепло именно пол так переходим дальше так в эту же систему включен значит котел электрический вот 8 киловаттный значит тоже со встроенным насосом вот покажу он постоянно находится в будущем режиме то есть если по какой-то из причин значит газовый котел перестанет поддерживать температуру или температура понизится и вообще котел заглохнет вот то включится автоматически значит вот этот электрический котел и собственно будет поддерживать температуру батареях ну я не могу сказать что будет жарко в доме просто чтобы она не замерзла вот то есть собственно говоря до моего приезда там или до подачи опять газа в общем как-то так вот так переходим сейчас дальше так и так мы перешли в еще одно подвальное помещение где стоит котел который может работать как на твердом топливе то есть каменный уголь так и на обыкновенных дровах но это вообще уже совсем аварийный случай то есть если нет ни света ни газа короче ничего нет вот значит мы можем растопить вот этот котел также здесь он может работать и с насосом который будет довольно таки быстро циркулировать вот воду системе также можно работать и без насоса вот вода будет сама ну немножко помедленнее конечно вот то есть основные комнаты все будут теплые вода опять же не замерзнет вот собственно он меня постоянно набитый вот дровами и бумажками то есть только чиркнуть и собственно говоря котел запустится вот ну естественно верху надо сходить еще открыть трубу значит вентиляция есть на улицу и сверху и вот дырочки это сам в опалубке тоже выходит на улицу здесь вот еще сейчас системе 40 чем-то градусов также как и не поймаю я да не поймаю такая же температура как и на котле на газовом то есть вся система находится под теплой водой вот поэтому нигде нет конденсатор дрова сухие и собственно говоря везде все сухо спасибо